Доброе утро! С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню! На этой неделе мы ищем супер полезные рецепты в семейном кафе Забава, а завтраки будем готовить шеф-поваром Сергеем Яжбиным. Сережа, доброе утро, Лена! У нас сегодня такая камерная обстановка, несмотря на то, что казалось бы семейное кафе, должны быть игровые комнаты, они просто чуть выше этажок, но мы в банкетном зале. Он открылся летом, 150 человек, Новый год не за горами, в общем с ребятишками, со всеми своими любимыми приходим сюда и чем-нибудь занимаемся, танцуем, едим, веселимся. Но мы же говорим о завтраках, о чем-то вкусном, полезном и вот что сегодня на утре мы будем готовить, что будем кормить всех. А сегодня утром мы будем готовить котлетки морковные и салатик с угрем. В общем, мы расскажем о том, как вот эти самые невкусные морковные котлеты сделать очень вкусными, но полезны они сами по себе априори. Итак, для морковных котлет что нам понадобится? Для морковных котлет нам понадобится морковка, яблоко, сахар, соль, манка и панировочные сухари, конечно. Прекрасно. Для салатика? Для салатика нам нужен сам бугарь, шампиньончики, киви и для украшения помидоры черри. Рыба с киви. Ну, в общем, о том, как сочетать эти, казалось бы, несочетаемые вкусы, расскажем сегодня. С чего начнем? Начнем с котлеток морковных. Будем натирать морковочку. Лена дашь мне морковочку. Подаю морковочку, она уже сварена? Она уже вареная, да. Ну, все умею варить морковку, ничего об этом заморачиваться. Яблоко почистить? Да, пока я буду натирать морковку, почистить яблочко. Ну что, Сереж, рассказывай, как ты просыпаешься? Может быть, какой-нибудь универсальный секрет твой о том, как быстро проснуться, принести на работу, что-нибудь тут начать кашеварить, рассказывай все. Недавно я завел собаку. Как собаку зовут? Собаку зовут Степа. Это, она уже взрослая, это прям щенок-щенок. Это щенок. Ему три месяца. Какая порода? Такса. У нас была такса, звали Бетти. Это вот такая вот колбаса. Ну, еще маленькая пока. Да-да-да, сосиска. Сосиска, да, пока еще. Я так понимаю, они же таксы невероятно активные. Они очень активные. Не остановить просто. А надо, такте нужна труба. Она же собака охотничья, по норам, барсуки, лисы. Папа, у меня охотник, поэтому я и знаю, с таксом он ходил на охоту. Вот. Надо завести, ты понимаешь? А ее потом из этой трубы, вот не знаю, чем, калачом не выманит. Вот что-нибудь такую мягкую или что-то такое наподобие, но вот надо. Так, ну, что любить делать? Может быть, что-то любить грызть? Может быть, тебя обгрызло на себе ботинки. Грызть она абсолютно всем любит. Диван, кресло. Все любит грызть. Это что-то, да. А сахарные косточки? Сахарная косточка? Ну, еще пока рано. А молочко? Вообще, что едят? Молоко ест, да. Молоко любят просто. А какой-нибудь там собачий корм, который рекламируют? Нет, собачий корм пока ему не дают. Не дают? Питается так же, как и мы. Супчик? Да, супчик. Со стола? Да, кашка. А все-нибудь клянчит? Клянчит абсолютно все. Встает на задние лапки и начинает клянчит. Замечательно. А с собаками уличными какими-нибудь вы уже подружились? С собаками, да, у нас такса живет рядом. Еще одна такса? Да. То есть, такса такса плохому не научит? Да, да, да. Прекрасно. Как бы они уже более-менее играют. То есть, я так понимаю, он тебе помогает проснуться пораньше, потому что он хочет гулять? Он очень активный, он очень хочет гулять, он хочет есть, он хочет двигаться. Он только увидел шевеление, все. Его не остановить. Ты глядишь, мышей начали на тебя ловить. Да, да, да. Ну что ты? Хозяин, держи, завтрак. Ну, а что? Давай. Прекрасно. Собаке, это круто. Я все мечтаю себе кого-нибудь завести. Ну, вот, пока еще, пока еще враздумаю. Пока еще собираюсь. Четвертинки или еще одна для тебя? Одну штучку. Так, ну, давай еще одну, наверное. Прекрасно почистила. Натирай. У нас так все прям бодренько, так все веселенько началось. Есть еще рубрика, которая добавит, ну, максимум бодрости, максимум позитива. Мы смотрим бодрые новости, после которых мы, конечно же, продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Международные соревнования для талантливых школьников и студентов, которые увлекаются робототехникой, проводятся ежегодно. В этот раз состязания проходили в Коста-Рике. Участвовали команды из 53 стран. Наши ребята завоевали треть от общего количества наград. Среди победителей и призеров юные инженеры из Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Тагила и Казани. В Сочи посетители парка развлечений хотели острых ощущений и получили их сверхмеры. Аттракцион внезапно замер и десятки людей оказались буквально в подвешенном состоянии. Экстремальное положение вниз головой. Те, кто был в этот момент на земле, не упустили возможность снять все и даже сделать селфи на необычном фоне. Через минуту механизм запустили. Сотрудники развлекательного комплекса потом объяснили, технический сбой произошел из-за внезапно налетевшего ветра. На фестивале сыра в Тбилиси фермеры со всей Грузии представили сотни экзотических сортов деликатеса. Острый и сладкий, маринованный и запеченный, с пряными травами или шоколадом, обсыпанный залой или даже выдержанный в вине и чаче. Организаторы объездили всю страну в поисках старинных бабушкиных рецептов. Не каждый решается попробовать самый дорогой в Грузии сыр гуда из-за специфического вкуса. Его выдерживают 20 дней в овечьем бурдюке. Если сыр запечь в духовке или скрутить в рулет с ореховой пастой или замариновать, получатся закуски из разряда пальчики оближешь. Доброе утро! С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня мы в семейном кафе Забава на Балтийской 13 и наш супер полезный завтрак мы готовим с шефом Сергеем Яжбиным. И вот первое блюдо на сегодня это котлетки. Но не грамма мяса! Вегетарианцы, беганцы сегодня нам аплодируют. Наконец-то вот что-то зеленое они готовят на утро. Натерли морковку, натерли яблочко. Что делаем дальше? Разбиваем туда яйцо. Идем, чтобы все так скрепило в нашей массе. Прям детский завтрак. Таким ребятишкам очень будет кстати и полезно такое съесть. Манку. Я так понимаю, умеренное количество, чтобы резиновые были наши котлетки. Это что? Немножко соли, щепоточку прям, чтобы они не были пресные. Ну да. И, конечно же, сахар. Давай. Дети же любят сладкое. Ну и чтобы связалось немножко муки. Да, мы на этой неделе сможем у них уточнить, потому что первое сегодня и завтра программу мы пишем в банкетном зале. Вот именно здесь, в такой камерной обстановке. А чуть позже, через пару деньков к нам приедут мальцы, и мы у них уточним, как они относятся к сладкому. Или может быть все по зожу, качалка, инфекция, куриная грудка и никаких хлебоволочных изделий. И все перемешиваем. А еще крутая штука, когда хлебушек вот и нарезал, маленько подсушил, а потом сверху маслом растительным и олевковым полил, чесночком надерли, просто его надавили на чеснокодавке. И никакие кириешки, никакие там сухарики к пенному, да, вот тебе не нужны натуральные, какой-нибудь борщец, какой-нибудь салат, домашние сухари. Так, что делаем дальше? Так, ну все, формуем котлетки, надо будет тарелочку. Вот такую? Да. Насыпем сухариков. Давайте. И будем панировать. Прекрасно. А сметанку будем какую-нибудь или что-то подавать? Сметанку, конечно, будем подавать. Выпросилась, знаешь, вместо твоего Степы на сметаночку какую-нибудь будем добавлять. Степа – это такс, который живет у нашего шефа и еще пока щенок, но скоро вырастет, будете ходить на охоту, придется. Конечно. А для такса еще, знаете, не обычные ошейники есть, а вот эта такая тужурка, как фотографы носят, это жилетка такая, чтобы под лапы. Такое есть или только вот в планах? Есть, конечно, уже и курточка есть. Да. То есть модная куртка, чтобы не мерз. Прекрасно. Ну что, давайте первую и вторую кагеточку. Раз. И начинаем формироваться. А, все, все элементарное и гениальное просто. Конечно. Даже если жира получилась, то гарант всего того, что у вас получится – это сухари. Да. Похоже, сейчас есть жиры, рыбные котляты, такие вот субпродукты. Вот нам нужно сейчас подогреть сковородку, ручки привести в порядок, смотрим еще одну рубрику и продолжаем готовить. Оставайтесь с нами. Как сделать оригинальные украшения для детской комнаты? В этом мастер-классе мы покажем, как создать необычный настенный декор из деревянных дощечек своими руками. Эти картинки можно как повесить на стену, так и поставить на полочку. В любом случае, они станут ярким элементом декора в комнате ребенка. Нам понадобятся распечатанные черно-белые картинки животных размером 10 на 10 сантиметров. Деревянные брусочки такого же размера. Гуашевые и акриловые краски. Для начала мы отшлифовали деревянные брусочки со всех сторон наждачной бумагой. Теперь он гладкий и приятный на ощупь. Приступим к окрашиванию. Выдавим немного белой акриловой краски на лист бумаги, который мы будем использовать в качестве палитры и добавим в нее малиновый. Краску наносим сухой кистью слева направо. Боковые стороны также прокрашиваем. Можно добавить акцентов, используя белило и сухую кисть. Добавляем последние штрихи, оставляем сохнуть примерно на 20-30 минут. Для следующего брусочка тоже используем белило и желтую краску. И повторяем то же, что и с первым брусочком. Третий красим в яркий салатовый цвет. Вырежем наши картинки, пока брусочки сохнут. Стараемся вырезать животных как можно ближе к контуру. Готово! Бруски подсохли, приступим к оформлению. Налейте немного клея ПВА на лист и нанесите аккуратно кисточкой на обратную сторону картинки. Приклеиваем на брусочек и разглаживаем пальцами от центра к краям. Стараемся, чтобы на бумаге не было складочек. Теперь закрепим верхний слой. Используем акриловый лак. Движение от середины к краям. И не забываем про боковые стороны. Наши декоративные дощечки высохли за 30 минут. И вы можете приклеить к картинкам петельки и повесить на стену. А можете просто поставить на полочку. Еще больше мастер-классов смотрите в следующих выпусках утреннего канала. Мы продолжаем готовить морковные котлетки. Греем сковородку. Да-да-да, греем сковородку. Льем масло. У нас такой прям игрушечный домик. Наливаем маслицы. А много, мало надо этого самого масла? Да нет, не сильно. Дети же не любят, чтобы оно сильно было впитано маслом. Дети любят сникерс, наверное. Они любят шоколадную пасту, да. Не фритил, можно так сказать. Да, не фритил, да. Проверим, как там мы приготовим. Все там прекрасно. Берем котлетку. Мы же вторую тоже сделаем. Да, конечно. Тебе-то мне по котлетам. Все, заформовали. И начинаем жарить. Отлично. Итак, пока у нас там все обжаривается, формируем вторую и напоминаем, что у нас там внутри. Внутри. Отварная морковка. Свежая, возможно, не подойдет, слишком жестко будет. Свежая? Нет, отварная, обязательно отварная. Отварная, да. Отварная морковка. Зеленое яблочко. По пропорциям, сами разбирайтесь, добавляйте. У нас пока вот одна морковка, четвертинка, яблочко, одно яйцо. Одно яйцо. По вкусу соль. Да. Манку также вот выбирайте по своим ощущениям, опять-таки добавляйте туда же. Да. Муки у нас нет в принципе, только манка, да? Ну почему муки маленько положить? Добавить, а вот она мука. Муки, сахара и панировочные сухари. Выстаивать ничего не надо, влагу никакую оттерять не надо. Сразу кидайте все на сквалу. Не выбрасывайте, давай третью сделаем. Давай третью сделаем, пока руки грязные. Пока руки грязные. Пока руки грязные, да, давайте еще третью. Ну куда это пойдет? А так мы сейчас кому-нибудь досковим. Думаю, точно вот бесходные не останутся. Так. И котлетки, в принципе, будут готовы. Нам останется начать готовить невероятный салат. Сочетание киви и грязного, которого ты где-то выловил. Закоптил, я так понимаю, наверное. Да. Это невозможно. Ну пока ждем. Сейчас перевернем, посмотрим, как она там себя чувствует. Вот это палочка, выручалочка. Это лопаточка. Наверное, мне кажется, переворачивать уже. Да. Там ничего чинить. Ах, роман какой. Не горячо? Да, нет. Так. Раз. Чуть убавим огонька. Угу. Два. Чуть сильно не подгорая. Золотистый бачок. Ну это еще чуть-чуть. Поддержим. Угу. Давайте дождемся, чтобы третью перевернем. И у нас будет как раз еще один небольшой перерыв. Есть. Три. Ну все. То есть жарим с каждой стороны до золотистой корочки. Время какого-то там мы не обозначаем. Что мы сейчас сделаем? Сейчас мы... Мы наведем порядок. Да. И будем украшать. Да, будем украшать. Но пока все у нас жарится, мы посмотрим официальные новости. Телеканала Катунь 24. Буквально через 10 минут продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро. С вами утренний канал на Катунь 24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня мы в семейном кафе Забава на Балтийской 13. И наш супер полезный завтрак мы готовим с шефом Сергеем Яжбиным. Мы сегодня в банкетном зале. Да. Мы говорим о том, что он открылся вот буквально летом. Готов принимать сюда всех, кто хочет отметить день рождения. Корпоратив. Да и просто прекрасно провести время. Камерная обстановка. Крутые фоточки. Ну и вообще все. Ну а пока у нас котлетки. Котлеты готовы. Котлетки готовы. Достаем. И теперь мы их будем выкладывать. Да. Один у нас там не гряденок затесался, зараза. Да, да, да. Но кто съест горелую корочку, тот не будет бояться темноты. Это точно. Как раз сейчас темнеет рано. И прям как раз. Морковная золотистая штука. Очень круто. Добавляем сметану. А мы прям сразу в пиалки сюда добавим. Добавляем сметану. Мяту. Украшаем мятой. Смотри, уже держи раз. Угу. И давай. А как, прям сразу таким кустом? Да, конечно. Это вообще шикарно. Ну и конечно посыпаем сахарной пудрой. Вот есть у нас. Забрало рыцаря. Угу. И сахарная пудра. Прелесть. Угу. 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 Что-то. Какое у меня предложение. Мы сейчас еще раз прибежимся по рецепту. Угу. И будем кое-что смотреть. Итак, здесь у нас. Морковные котлетки. Да. В них. В них находится морковь отварная. Да. Яблоко зеленое. Яйцо. Манка. Сахар. И немножко соли. Потому что гипноз такой. Готовьте морковные котлеты каждое утро. Да. Подаем к ним. Подаем с ним, сметанку, да. И немножко мяты сахарить. И дети любят, ну и мята, конечно. И как кошки, и собаки, потому что очень полезно. Ну что, это пока остывает, но чуть позже все попробуем. Буквально через полторы минутки мы начнем готовить салат. Вот какой и что там внутри, вот расскажем вот уже буквально через мгновение. Оставайтесь с нами. На акробатике мы изучаем акробатические элементы от базового уровня до профессионального. То есть, например, мы выполняем сальто. Это прыжок в воздухе с переворотом вперед или назад. Ребенок может этому элементу научиться за 3-4 тренировки. В зависимости от его физической подготовленности и возраста. То есть, очень много разных других есть элементов на акробатике. Колесо, рандат, винты передние, задние, фляки, ну и так далее. То есть, очень много. В первую очередь дети собираются в зоне сбора детей. То есть, оттуда мы их забираем. И потом все вместе уже идем в зал единоборств. Там мы разминаемся. Разминаемся порядка 30 минут для того, чтобы разогреться, чтобы на батуте не получить никакую травму. После этого мы уже идем на батуты. Там мы прыгаем 20-40 минут. Если дети 3 лет до 7, это 20 минут. Уже старше или, допустим, высший уровень подготовки у ребенка, то это уже 40 минут идет. И после этого мы уже идем на заминку. На заминке мы выполняем растяжку чаще всего и физические упражнения. Дальше дети отправляются к родителям или в раздевалку. Ну что ж, начнем готовить салат. Сереж, еще раз, что за салат и что нам ему понадобится? Салат с угрем. Для него нам понадобятся шампиньоны, сам угарь, киви, который вы сейчас почистите. И на украшение помидоры и черри. Отлично. Для начала мы нарезаем шампиньоны. Будем жарить их? Да. А какие-нибудь консервированные подойдут? Нет, лучше свежие. Лучше свежие, хорошо. Они у нас обжарятся. Обжарятся, смешаются с угрем, с салатом. Будет сытно. В принципе, самые грибочки, они прям, ну, обычно прям долго с них есть. Не хочется, если к тебе еще варенькован. Ну да, они же все-таки... Какие-то соленья варенья делают? Соленья варенья? Ну, конечно. Ну-ка, что, какой-нибудь... Хотел сказать, оливье. Думаю про Новый год. Нет, не оливье. Лечо. Лечо, да, конечно. Делаем хреновинку. Хреновинку. О, вот. Как раз таким сухариком, про который я говорила, с чесночком до хреновинки. А сами такие, знаешь, ой, ну ладно, мы сегодня сделаем салат с угрем, конечно же, киви режем и про хреновины разговариваем. Супер вообще утро, да? Так, мы обжариваем грибочки. Можно даже на том же масле, ну, которое у нас осталось от наших оладушков, от наших котлеток, да, таких морковных. Сейчас я дорежу киви. Киви, кстати, отличный... Пока вы нарежете. Ингредиент для... Я нарежу уголь. Режем. Отличный ингредиент для каких-нибудь маринадов. Вот если какой-нибудь свинине нарезать кружочками киви, добавить растительного масла, соли, там, еще чего-нибудь, много кислоты, и вот как раз волокна мяса размягчаться по действиям этой самой кислоты. Попробуйте. Хорошо работает, да, и получается довольно-таки неплохо. Я с курочкой пробовала этот совет, рецепт из интернета, и хочу сказать, что все это, все это действенно. Так, все, кружочками постаралась, немножко надавила, но, я так понимаю, на украшение пойду, да, как-то выложится? Да, они будут на украшение. Окей. Пока жарятся грибочки. Пока жарятся грибочки. Смотрим еще кое-что, а после этого кое-что мы продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Алексей Шлягин, я врач-диетолог. Проголодались? Признайтесь честно, хочется съесть или выпить чего-нибудь вредного с утра. Например, чашку кофе натощак. Ммм, привет, гастрит. Так вот, о чем я? Мы незаслуженно забываем о продуктах, которые могут принести нам реальную пользу, и выбираем те, которые дают в себе опасность или даже вред. Каждый день я буду приводить как минимум пять причин, по которым вы будете должны съесть тот или иной продукт на завтрак, обед или ужин. Обещаю, будет очень полезно. Сегодня говорим про миндаль. Первая причина, по которой вы должны употреблять этот продукт, это практически идеальное содержание микроэлементов – калия, кальция, фосфора и железа. Именно в тех пропорциях, которые необходимы нашему организму. Во-вторых, миндаль – отличный вариант для перекуса. Он снижает кислотность желудочного сока, медленно переваривается и надолго притупляет чувство голода. В-третьих, антиоксиданты, магний и медь, присутствующие в миндале, оказывают мощную поддержку сердцу и сосудам. Для профилактики ишемической болезни сердца необходимо есть миндаль вместе с кожурой. В-четвертых, миндаль повышает уровень гемоглобина и препятствует развитию атеросклероза. И напоследок, миндаль – отличный антидепрессант. Съедайте по 5 ядрышек сырого миндаля по утрам натощак, и вот увидите, хандра отступит. И еще, суточная норма миндаля в день – 30 грамм. И советую заедать его медом. Это позволит ускорить процесс переваривания и избавит от тяжести в желудке. Питайтесь правильно и будьте здоровы! И вновь доброго утра! С вами утренний канал «Накатунь-24». Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню! Мы сегодня в семейном кафе «Забава», а все супер-секреты идеальных утренних рецептов от шеф-повара Сергея Яжбина готовим салат. Обжариваем грибочки, я напоминаю. Обжариваем грибочки. Угарь уже нарезанный. Да, нарезанный. Теперь давай в чашечке это все смешаем. Вот в этой? Да, да, да. Так, смешиваем здесь. Грибы, в принципе, относительно быстро жарятся. Ну, все мы знаем, но с грибочками это универсальное блюдо, какая-нибудь картошечка. Ну да. Вот, я сейчас заражу идею к вечеру эту самую картошечку пожарить. И аромат будет прекрасный. В конце немножко добавляем соуса. Почему, в принципе, выбран угорь? Он какой-то отдельный аромат, колорит, да? Ну да. Что с ним не так? Почему? Угорь, это такой продукт интересный. Он и нежненький, сладковатый. С угрём же. Роллы же с угрём готовят. Какой-то там, если специально. Он же, так я понимаю, хорошенечко режется на пластике. Заворачивает есть рис. Я хочу урола. Я сейчас поеду с записью. Так, мы теперь смешиваем лист салата с угрём. Хорошо. У нас здесь какая-то рукола, да? Да, это рукола. И фризе. Салат фризе. Всё это вместе смешиваем. Грибочком. Когда они у нас практически доготовились, мы вливаем немного соевого соуса, чтобы у нас такие солёненькие стали. Ну что, давай передохнём. Давай. Смотрим ещё одну рубрику и продолжаем готовить. Вставайтесь с нами. Всем привет. Меня зовут Нина. Я профессиональный визажист. Я знаю, как драгоценны утренние минуты и хочу поделиться секретами быстрого макияжа. Вчера мы говорили про кремовую коррекцию. Сегодня продолжим эту тему. Будем говорить о сухой коррекции. Мой любимчик в этом деле это Тауп. Оттенок очень популярный. Очень хороший. Он естественную тень даёт на лице. Он постоянно у меня с собой в сумочке. Уже даже немножко подразбился на две части. Ну вот, очень экономичный. Уже больше года им пользуюсь. А сегодня буду вам показывать такую палетку. Я тоже её очень люблю. Здесь сразу несколько оттенков. Пусть вас это не пугает. Это для разных оттенков кожи. Под загорели вы возьмёте более тёплые оттенки. Под темнее. Зимой можно брать посветлее оттенки. И в этом её универсальность. Ну что, приступим. Сейчас я начну с высветления. Это вот эти два оттенка будут смешиваться. Высветляем зоны. Это верхнюю часть скулы, носик, над губой, что даёт дополнительный объём. Это центр лба и под бровь. Итак, сейчас будем приступать к нанесению тёмного оттенка. Это вот сюда прям прикладываем кисточку. А далее мы протягиваем цвет и растушёвываем в сторону ушка. Так же и на лобике. То есть затемняем и растушёвываем. На сегодня всё. Увидимся завтра. Пока. Продолжаем. Всё, мы отдохнули. Хватит халявничать. Итак, что делаем дальше? Так, теперь заправляем соусом унаги. Унаги. Так точно роллы какие-то. Ты понимаешь, как это японская кухня. Прямо это всё в беже. Это он? Да, это он. А это соевый? Это соевый. А чем они различаются? Ну, вот у них... Это послаще, как будто бы, такой терпкий. Держи, сколько нужно его царить. Он прям так в бутылке называется унаги, да? Да, соус унаги. В нём же и маринуется угорь. А угорь маринованный? Угорь маринованный, да. Ты сам его мариновал? Нет. Привезли? Да, нам привозят такой соус. Нам нужно полтонны маринованного угря. Багон просто. Так он ещё и такой прям карамельный-карамельный. Да, да, да. Я вижу, что он такой прям упрямится. Не хочет из прялки к лицам наш салат. Ну, так понимаю, сладенько будет, приятно. Ну, конечно. Перемешиваем? Ложечку подойдём? Да. Ложечку. Можем перемешивать его. Есть две? А вот она вот. Ну, переберём. Есть. Отлично. Держим. Всё, перемешиваем это всё. Давай сервировать на какой-то? Сервировать тарелочке. На кругленькой? Да, давайте на кругленькой. Сейчас подам. Сейчас подам. Тут у нас как раз отдыхают наши котлетки. Косы. Смотрите. Есть. Так, на дно вкладываем киви. Вот. Серёж, сейчас постараюсь тебе подать поаккуратнее. А вы прям вложите на серединку, а тут мы уже разберётесь. Да вот так вот. Во! Хопка, да? Такие. Вот эти пусть останутся, пусть держат. Более профессионально так сделаем. По серединке. И всё. И на него выкладываем уже сам салат. Соли никакой, потому что... Соли нет. Соли нет. Никакой соли, конечно. Это самое магия. Выглядит пить. Красота. И на декор в самом-самом конце мы добавляем черри. Есть. Прям такая горочка аппетитная. Последние нотки сервировки буквально через полторы минуты после модного прогноза. Заодно расскажем, что мы будем готовить завтра и какие продукты можно как раз подготовить будет у себя на кухне. Оставайтесь с нами. У нас готов свежий модный прогноз. Синоптики прогнозируют не самую теплую погоду. Поэтому мы продолжаем тщательно утепляться. Начнем с того, что ближе к телу. Уютного лангслива и джинсов. Кстати, о джинсах. Недавно стало известно, что в этом сезоне лучше всего отказаться от варенок 90-х и отдать предпочтение благородному цвету индиго. Насыщенный синий бьет все рекорды популярности. Напомним, что болотный и цвет хаки также в тренде. Поэтому рекомендуем найти пару интересных вещей такой вот приглушенной палитры. В нашем случае это мягкая удобная кофта. По модному лангслив. От мороза и ветра вас точно защитит пуховик. Наш супергерой. Особых пожеланий в выборе модели нет. Доставайте любимую вещь из шкафа и смело надевайте. В нашем случае мы подобрали нежно-розовую модель. Совет на сегодня. В моде остаются пуховики с пушистым мехом на капюшоне. Если есть такой в вашем шкафу, то это двойная удача. И еще один совет. Одевайтесь теплее. Не спим. Просыпаемся, просыпаемся, просыпаемся. С вами утренний канал. Ну, в принципе, каждый день, я думаю, уже можно запомнить, что это утренний канал. Мы вам не даем спать. У нас сегодня парочка рецептов. Второй готов. Осталось прям небольшой штришок. Сережа забрасывает томаты. Свеженькую нотку в такое прям пряное восточное изобилие. Из угря, авокадо. Авокадо. Киви. Нет у нас сегодня авокадо. Киви. Зеленый, ты понимаешь? Вот и все. Там вот яблоки зеленые тоже мне будут, наверное, чудиться авокадой. Заодно обещали рассказать то, что мы будем готовить завтра. И какие ингредиенты должны быть там. А завтра мы будем готовить бестроганов из говядины и салат хмельная утка. Для этого нам понадобится говяжья вырезка, картофель, это для бестроганов, и лук. Прекрасно. И для салата нам нужно будет грудку утки. Слегка поддатая утка, я так понимаю. Слегка поддатая утка. То есть грудка утиная, что еще? Грудка утиная, груша и салатик. Классика жанра. Будем повторять все нюансы, все тонкости того, как эту самую утку не сделать резиновой, но сделать невероятно нежной. Потому что не за горами Новый год, соответственно, всякие утки и гуси на своих столах новогодних и рождественских будут фигурировать. Серьезно. Вновь и времени салатик готов. Ну что, мы рекомендуем, по крайней мере, два блюда из меню семейного кафе. Забава. Зовем всех в банкетный зал. Напоминаю адрес Балтийская, 13. Ну а встретимся мы с вами буквально через 24 часа. Всего хорошего. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...